Почему виза прекращает работу на территории России? О том, что Shell заморозила добычу нефти на Аляске и про дефляцию в Японии, мы поговорим в сегодняшнем обзоре прессы. Здравствуйте! Shell заморозила добычу нефти на Аляске. Компания запечатывает месторождение. Такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов разведки ключевой скважины в Чукотском море. Shell обнаружил признаки нефти и газа в скважине Berger G, но их недостаточно, чтобы гарантировать дальнейшее освоение месторождения Berger. Скважина будет запечатана и закрыта в соответствии с правилами США, говорится в сообщении компании. Также Shell указывает на дороговизну, бурение в Чукотском море и сложное и непредсказуемое законодательное регулирование добычи на шельфе Аляски. Нефтяные запасы Аляски составляют около 9% от общеамериканских. В целом Shell принадлежит 275 участков на континентальном шельфе США в Чукотском море. Напомним, ранее Shell приостановила проведение разведывательных работ на месторождениях сланцевого газа в Восточной Украине. Кроме того, компания решила отказаться от двух нефтяных участков на территории России. С 1 октября международная платежная система Visa перестает предоставлять российским банкам услуги гарантированного обслуживания операций по картам, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо Visa российским клиентам. По информации издания, неизвестно, будет ли завершен данный процесс в намеченный срок. В национальной системе платежных карт при этом не ожидают сбоев по карточным операциям. Эксперты считают, что Visa слишком сильно дорожит репутацией и не откажет клиентам в обслуживании. А с 1 апреля в России заработала собственная система обработки платежей по банковским картам, к которой должны подключиться все банки. Она должна гарантировать проведение платежей внутри России вне зависимости от решений иностранных государств. Сейчас же все операции по мастер-карт в России уже идут через эту систему, однако Visa пока еще не завершила на нее переход. В Японии впервые за 2,5 года зафиксирована дефляция. Потребительские цены в Японии без учета стоимости свежих продуктов питания снизились в августе на 0,1% в годовом исчислении, нанеся удар по усилиям правительства, более двух лет проводящего политику стимулирования экономики. Обнародованные в пятницу официальные данные зафиксировали дефляцию в стране впервые за последние 2,5 года. Пик роста цен пришелся на второй квартал прошлого года, когда на фоне смягчения денежно-кредитной политики инфляция ускорилась до 3,4%. Главной причиной падения потребительских цен в Японии стало снижение стоимости энергоносителей. Японский Центробанк ранее поставил цель достичь 2-процентного уровня инфляции к середине будущего года. Но большинство аналитиков полагает, что без новых стимулирующих мер эта задача невыполнима. Это были все новости на сегодня. Спасибо за ваше внимание. С вами была Дарья Владыщенко. Специально для Dukascope TV. До завтра!